всем привет всем здравствуйте меня зовут елена и на этом канале как правило мы с вами говорим о вязании сегодняшнее видео не будет исключением поговорим снова о вязании а о связанных изделиях и это будет третья часть надеюсь уже все-таки заключительная посвященная связанным шапочкам ну в конкретном случае вы видите что это не совсем шапочки это комплекты шапочка плюс снуд расскажу о том из чего это связано каким образом связано покажу вам пряжу ну и впечатления которые у меня остались после работы с ней давайте же приступим прежде чем я начну рассказывать про комплекты позвольте небольшое лирическое отступление дело в том что уже все наступила та пора когда ну мы попрощались естественным освещением и я буду снимать теперь под лампой будут тени к сожалению и что я хотела сказать знаете некоторое время назад я показывала вам одно классное действительно очень полезное устройство одну штуковину сейчас она меня спасает она меня выручает я говорю вот об этом вот я понимаю я понимаю что сейчас очень многих промелькнула мысль а опять снова реклама я все прекрасно понимаю девочки вы знаете вот когда недостаточно освещение когда особенно уже все за окном потемки ночь лично я безумно довольна что могу решать вопрос вот таким образом мало того когда я работаю с узором лупа она действительно позволяет моим глазам не напрягать зрение она позволяет мне спокойно работать и не переживать за здоровье за свое зрение поэтому уж не обессудьте но я считаю что если вещь действительно полезная если действительно она заслуживает положительного отзыва положительных слов она дала хороший положительный результат то я считаю что правильно еще раз обратить ваше внимание на это а теперь давайте приступим к разбору моих несметных так сказать богатств номер один комплект шапочка снуд вязала не я вязала мама и ее почерк наверное уже угадывается я вам уже показывала снуд который мама вязала точно по такому же принципу когда вязание идет по наклонной да то есть у нас направление полотна идет от угла и таким образом у нас вот идут скошенные ряды платочной вязки невероятно мягкий невероятно мягкий не в пример мягче шапочек и снудов которые я вам показывала в прошлом видео мне очень нравится модель шапочки она безусловно стильная по моему это связано по мотивам модели всем известной модели хельсинки если я не ошибаюсь да из чего связано это пихорка пряжа мультиколоровая если вспомните несколько видео назад отмотать если в ленте то у меня было видео посвященное поездке в магазин при семеновской фабрике и я там показывала вам стенды с чудесной пряжей ходила я ходила вокруг этих стендов круги накручивала и разумеется я взяла себе пряжу и взяла маме и вот мама уже быстро освоилась а я все думаю все раскачиваюсь вот как выглядит эта пряжа огромный огромный моток в 200 грамм безумно нравится такой формат когда вам не нужно переживать по поводу возможных узелков по поводу стыковки пряжи если вдруг в самый ответственный момент она закончилась да вдруг вы вяжете шапочку какую-то ажурную с косами со сложным рисунком тогда разумеется в 100 грамм ну мало вероятно что вы уложитесь если вы вяжете на стандартный размер головы 57-58 сантиметров в обхвате поэтому очень хороший удачный вариант когда выпускаются вот такие вот большие мотки браво пихорка браво давайте рассмотрим поближе что это такое ровница мультикалоровая так 200 грамм 400 метров соответственно на 100 грамм приходится 200 метров и вот состав вы знаете я когда вот эту пряжу впервые вот потрогала то у меня сразу возникли ассоциации с пряжей от drops big delight в прошлом году вот ровно год назад прошлой осенью я вам рассказывала про пряжу от drops и показывала вещи связанные с нее и вы знаете да во первых метраж у них очень близкий здесь 200 метров на 100 грамм там по моему 190 метров на 100 грамм если я не ошибаюсь и здесь 50 на 50 там ровно стопроцентная шерсть мериносовая но по ощущениям вот по тактильным ощущением очень очень близкие пряжи и конечно расцветки роскошные расцветки вы все видели в том видео где я ходила вдоль стендов в магазине на семеновской вы все видели действительно очень красивые интересные расцветки хороший выбор ну и разумеется для чего для чего это пряжа может подойти для снудов для шапочек насчет вязание верхней одежды я не знаю я в принципе таким достаточно толстым метражом не вижу никогда верхнюю одежду но я совсем не показатель возможно у вас из еще более толстой пряжи получаются красивые выразительные вещи поэтому здесь я никак это прокомментировать не могу думаю что учитывая ее мягкости и и покладистость думаю что вполне возможно связать кардиган да ну почему нет действительно по ощущениям очень очень мягкое и приятное полотно кстати если вы хотите посмотреть на другие варианты шапочек то я вам рекомендую заглянуть колесе она показывала шапочки тоже связанные вот из этой пряжи я ссылочку на ее канал оставлю внизу под видео в инфобоксе вы сможете пройти посмотреть олеся тоже покупала подобную пряжу и рассказывала о своих впечатлениях кстати из этой пряжи из этого матка тоже будет комплект шапочка и снуд пожалуй теперь расскажу как же связана эта шапочка конечно вы видите что полотно достаточно плотная и разумеется это шапка связана не в одну нить и связана в 6 сложений нити благодаря этому вот получилось такое плотное действительно плотное непродуваемое полотно и спицы и спицы здесь номер 15 спицы от пони и в результате получилось очень плотная очень теплая действительно теплая непродуваемая шапка то есть ее можно спокойно носить в холодную погоду и при этом не переживать что здесь нет подклада на мой взгляд очень удачный вариант то есть если вы вяжете в одну нить или 2 нити вы получаете осеннюю шапочку если вы вяжете в большее количество большее сложение нитей то вы получаете зимнюю шапочку ну и для этого вам понадобятся спицы большего разного что касается расцветки то конечно она сейчас в тренде это горчичка это морковка сочетается великолепно прямо салат получился на самом деле зависимости от того как вы захотите выстроить рисунок так и будет выстраиваться вот эти вот разноцветные секции потому что если бы например мама захотела вязать не от угла по наклонной да вот этот снуд а например она захотела бы его вязать вертикально традиционно резинкой например к примеру да то разумеется эти полосы выстроились бы по кругу и снуд выгляделы полосатым но полоски легли бы горизонтально поэтому в принципе здесь простор для фантазии достаточно богатый достаточно обширный ну и повторю что уже сказала действительно очень мягкое полотно на мой взгляд вот по моим ощущениям она не колется абсолютно его комфортно прикладывать к шее абсолютно я конечно не показатель всем и рады всем и люди разные у нас у всех своя чувствительность но я не чувствую никакой колкости пряжи и в целом очень довольна очень довольна я вижу результат мне он нравится кстати хочу показать вам как выглядит полотно связанная в одну нить видите что получается ну и плюс здесь достаточно рыхлая вязка и крупный размер спиц шестерочка вот это связано на шестерочке вот вы видите да на просвет замечательно видно несмотря на то что полотно такое рыхлое несмотря на то что он такой дыря обчитая это не умаляет его согревающих способностей очень теплое полотно действительно если обмотать им шею да в несколько оборотов а размер позволяет это сделать то можно не переживать будет тепло и комфортно если говорить про расход в целом на этот комплект то потребуется два мотка два больших мотка по 200 грамм соответственно один моточек 200 грамм это снуд и один моточек 200 грамм это шапочка но разумеется не полностью он ушел вот что осталось вот вот это вот остатки от 200 грамм в теории здесь еще может на что-то хватить ну конечно если совместить с какой-то другой пряжей похожей толщины то можно еще что-то даже интересное придумать например связать шапочку брюш до узором брюш ну вот кстати сама нить мягкая действительно очень мягкая и тактильно достаточно приятная комплект номер два тоже не моя работа так уж вышло это мама потрудилась и мне тоже безумно нравится такое решение сейчас поподробнее расскажу вам как связан вот такой вот интересный абстрактный снуд и из чего связан шапочка показывала вам прошлом видео эту модель эта тыковка мама освоила очень хорошо вот эту модель она у нее действительно здорово получается поэтому в общем то пусть она и следует зову сердца ей очень нравится очень стильно смотрится из чего это связано этот комплект связан из вот этой пряж называется сувенирная зимняя серия производитель пехорка допускаю что давно уже она продается допускаю что вы уже но многие из вас уже что-то вязали из нее и хорошо знаете эту пряжу я же честно вам признаюсь не встречала ее никогда раньше возможно просто мимо проходила не обращала внимание допускаю допускаю но в этот же раз в магазине когда предстала передо мной заманчивая невероятно красивая витрина на полочках были выложены по тонам были выложены моточки и но пройти было просто невозможно мне не хватило воли для этого очень красивые природные расцветки они разные есть теплые есть холодные есть яркие есть по ну такие тусклые как например вот этот моточек тем не менее они все очень красивые выразительные и конечно молодец молодец пехорка технологи дизайнеры работают на славу и это действительно видно и так в этом моточки 200 грамм здесь состав точно такой же как я только что показывала вам предыдущую пряжу а давайте собственно их и сравним сразу вот ровница мультикалоровая тоже пехорка здесь 200 грамм здесь 200 грамм но заметно очевидно что моточки отличаются вот этот моточек он ну пышнее что ли да чем это можно объяснить разным метражом здесь на 200 грамм приходится 400 метров здесь на 200 грамм приходится 160 метров также составом здесь 50 процентов но здесь полушерсть только здесь 50 процентов составляет пан высоко объемных а здесь 50 процентов составляет пан объемных здесь 50 процентов составляет шерсть полутонкая здесь же 50 процентов шерсти обычной традиционной скрутки до традиционно имеется ввиду но все технологические подробности вот как-то пытаться вникнуть то здесь речь идет о количестве микроволокон скрученных на из расчета на 1 сантиметр толщины пряжи Но эти данные нам с вами на самом деле не очень важны. Итак, про эту пряжу поговорили, сравнили, можно уже с ней прощаться. Итак, давайте покажу вам этикеточку. Возможно, кого-то заинтересует, что это за расцветка. Расцветка меланжевая. И, кстати, все они, все моточки меланжевые. Не секционные, меланжевые. Вот этот комплект, он тоже меланжевый. Я постараюсь вам его поближе показать. Сейчас уже не очень хороший свет. И вам кажется, что он однотонный. И на самом деле он тоже меланжевый. Вот, роскошный. Роскошный меланж. Богато смотрится. Вот, посмотрите, какие здесь. Очень-очень близкие по тонам волокна. Расцветка волокон. Очень красиво. Так, что нам говорит этикетка? Ну, как я уже сказала, 200 грамм 160 метров. Замечательно. Вот состав. С точки зрения ухода тоже все. Ну, все традиционно на самом деле. И спицы, рекомендуемые, 7-7,5. Цвет называется лазурный берег. Вот этот моточек я приобрела себе. И из него тоже будет комплект. Ну, а, соответственно, из другого моточка, точнее, из двух моточков, был связан вот этот комплект. Ну, про шапочку больше мне добавить нечего. Я уже, в принципе, все рассказала про эту модель в прошлом видео. Для тех, кто не видел, скажу лишь, что вяжется эта модель поперечным вот таким направлением. С этой стороны делаются укороченные ряды, которые позволяют вывязать конусообразный вид макушки. Вот таким образом. Очень-очень легкий процесс. Очень легко вяжется эта модель. И ссылку на мастер-класс я также оставляла под видео, в прошлом видео. Как она связана? Здесь два, всего лишь два сложения нити. И связано это на спицах 12 мм. Спицы от пони. Тоже плотная шапочка. Не менее плотная, чем предыдущая. Именно за счет того, что сама нить потолще, чем пряжа мультикалоровая. Поэтому, в принципе, эта шапка тоже сгодится как зимний вариант. Теплая, плотная и непродуваемая. Что касается расхода, то сюда ушел один моток. Один моточек в 200 грамм. И чуть-чуть осталось. Да, чуть-чуть осталось. Поэтому на такую шапку в два сложения нити вам потребуется моток пряжи. И останется. Теперь поговорим про снуд. Расход здесь тоже в 200 грамм. Тоже моток ушел сюда. И вот рисунок, о котором я говорила. Вот вы видите, рисунок достаточно абстрактный. Такой хаотичный. Здесь логики нет совершенно никакой. Где хотелось, там вязались лицевые петли. Где хотелось, там вдруг возникали изнаночные петли. Таким образом, конечно же, это не вид резинки. Таким образом, просто получилось такое вот шероховатое, какое-то очень нелогичное полотно. Можно предположить, что это волны. Но смотрится в любом случае, смотрится это очень интересно, очень затейливо. Теперь давайте покажу вам тот самый красивый меланж, тот рисунок. Ту самую невообразимую красоту. Надеюсь, что вам видно в этих потемках, в этом не очень ярком освещении. Но вам видно. Вот, видите, очень близкие по тонам цвета. Но, тем не менее, в совокупности они дают такую необыкновенную, очень красивую игру цвета. Связан этот снуд на спицах 7,5 мм в одну нить. Вот таким образом выглядит полотно. Тоже достаточно свободная вязка получается, свободное, рыхлое полотно. Большие крупные петельки. Но это нисколько не умаляет согревающие способности изделия. Ну, а теперь настал черед лота номер 3. Я решила показать эти два комплекта сразу, поскольку, ну, очевидно, что выполнены они в одной технике. Кстати, меня спрашивали, мне задавали вопрос. Зрители, эта техника называется бриошь. Довольно популярная. Действительно, очень интересные получаются рисунки. Если пустить душу в пляс, и можно применить фантазию как угодно. Я сейчас немножко замедлила темп речи, потому что рассматриваю получившийся снуд-шарф. И, честно говоря, сама удивляюсь, как я его такой необычный и затейливый связала. Ну, давайте обо всем по порядку. Шапочки связаны абсолютно одинаково. Это одна и та же модель. Вяжется она достаточно просто. Шапочка с подгибом. Вяжется она резиночкой. Это резиночка. Единственное исключение, здесь у меня 4 изнаночные, 1 лицевая, 4 изнаночные, 1 лицевая. А вот в этой шапочке 3 изнаночные, 1 лицевая. Это единственное отличие. Больше никаких. А, нет. Отличие еще по размерам. Вот эта шапочка связана на размер головы 57-58, вот эта 56-57. Вот этот комплект, он связан для конкретного человека. Я когда вязала, то думала об этом человеке. И, зная параметры, зная размер обхват головы, в общем-то, вязала шапочку непосредственно на размер 57-58. Здесь есть небольшой отступ, небольшая свобода от головы до макушки связанной, для того, чтобы шапочка имела возможность сзади свисать. Ну, или для маневров, я имею в виду, прическа какая-то объемная, пышная, или, может быть, хвостик завязать на голове. В общем, традиционно шапочки сейчас вяжутся не совсем по голове, а с небольшим отступом, вот здесь вот, в области макушки. Давайте расскажу вам про пряжу, потому что это совершенно разные пряжи. И с чего бы начать? Ну, давайте вот с этого яркого разноцветного комплекта начнем. На самом деле, пряжу эту вы уже видели в том же самом видео про поход в магазин. Ну, не отпускать меня эта тема никак. Действительно, очень много пряжи было куплено. И, более того, был запрос на то, чтобы я показала. Все свои покупки, весь свой улов. Скорее всего, будет такое видео. Похвастаюсь. Так вот, вы эту пряжу видели и конкретно в этом сочетании. Ну, так заманчиво. Так они меня соблазняли, эти моточки. Так они пристально на меня смотрели. Я бы даже сказала, как-то неприлично на меня смотрели. Рядом лежали, на одной полке сверху лежала пряжа бирюзового цвета. Вот я вам ее сейчас покажу. А полочкой ниже лежала пряжа кирпичного цвета. Это не горчичка. Это вот прям яркий такой выразительный кирпич. Что это? Пехорка. Зимний вариант. Зимняя серия. Все, пехорка у меня получается. Значит, это стопроцентная шерсть. Красивый цвет называется тайфун. А вот этот цвет называется кирпич. Название действительно полностью соответствует тому, что мы с вами видим. Здесь на 100 грамм приходится 100 метров. Пряжа толстенькая, плотненькая, как раз для шапочек. И вот он состав. Я сказала стопроцентная шерсть, но вот немножечко вас обманула. 5% для акрил. Что сказать по поводу колкости? Вы знаете, мне вообще ничего не колется. Я уже давно пришла к выводу, что не могу выступать в качестве эксперта по этим вопросам. Вот, ну никак не могу, потому что мне не колется ничего. Мне не колется дундага, мне не колется кауни. Поначалу, когда только соприкасаюсь с пряжей, да, может быть какие-то первичные, вот какие-то вот покалывания есть, но они очень быстро проходят, и затем я получаю необыкновенное удовольствие, когда работаю с шерстью. Поэтому давайте этот вопрос я больше поднимать не буду, поскольку все мы очень-очень разные. И для того, чтобы прийти к какому-то решению, нужно однозначно, нужно самостоятельно просто вот потрогать, пощупать и зафиксировать ваши, конкретно ваши ощущения. Вот, у меня остался один моточек. На самом деле их было два, два Тайфуна и два моточка кирпичных. Соответственно, на вот этот весь комплект у меня ушло 300 грамм. Из этого моточка я ни грамма, ни ниточки, ни одной не отрезала, не использовала. Вот он целиком у меня как был, так и остался. Значит, на комплект ушло 300 грамм. На шапочку у меня ушло ровно 100 грамм один моточек. И на снут у меня ушло один моточек кирпичного цвета, один моточек цвета Тайфун. К сожалению, не было у меня пряжи больше в наличии. Если бы было больше моточков, разумеется, я бы сделала снут пошире, повыше точнее. Ну, что получилось, то получилось. Набрала 160 петель по округу и стала вязать способом бриоши. Способ бриоши – это английская резинка, лежит в основе самого принципа вязания. Если вы освоите этот навык, получите, как вязать английскую резинку, то разобраться дальше вам не составит никакого труда. Потому что вся вот эта вот игра, она заключена в том, что вы определяете для себя определенный раппорт, количество петель лицевых, количество петель изнаночных. И в рамках одного раппорта вы начинаете играть. Если вы делаете убавочку, как вот, например, вот здесь, то в рамках раппорта вы обязаны сделать прибавочку, как вот здесь. Вот здесь у меня три петельки. Раз, два, три, воссоединились и превратились в одну единственную петельку. Соответственно, две петельки я потеряла из раппорта. Если я их не компенсирую и не добавлю, то у меня полотно сузится. А мне этого не нужно. Мне нужно сохранить все количество петель, набранные изначально. Поэтому в рамках раппорта я отступила вот две петельки изнаночные, две петельки лицевые. И вот здесь вот я прибавила две петельки. Вот видите, из одной лицевой у меня выходит одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. Вот основываясь на этом простом принципе сохранения количества петель в одном раппорте, выстраивается рисунок. А уж где их добавлять, это уже все зависит по вашему, так сказать, желанию. Вот, наглядно видно. Вот здесь вот убавила, вот здесь добавила. Вот здесь вот убавила, вот здесь добавила. Вот здесь убавила, вот здесь добавила. Вот здесь убавила, вот здесь добавила. Не обязательно раскидывать прибавки на вот эти вот разные веточки, на разные лицевые совсем не обязательно вы можете выбрать одну лицевую петельку и все время прибавлять в рамках вот вот этой дорожки и тогда у вас получится вот так вот уходящая под наклоном разветвляющаяся вот такая вот красивая дорожка ну а здесь будут идти убавки это как вариант ну я рассказываю исключительно в теоретической части я думаю что если попрактиковаться если повязать это и показать это наглядно на спицах то я думаю что труда не составит никому связать нечто подобное конечно этот узор интересен привлекателен тем что он позволяет вязать двусторонние вещи то есть он достаточно интересно выразительно и достойно смотрится как с лицевой стороны так и с изнаночной и когда вы вяжете снут вы по факту получаете два снуда можно носить его то на одну сторону то на другую сторону вот такой огромный снуд у меня получился в три оборота вокруг шеи и при этом еще достаточная свобода остается благодаря тому что я набрала 160 петель итальянским способом и закрывала затем я петельки иглой тоже для того чтобы получить идентичный край идентичный набранному почему получился такой длинный потому что эта пряжа имеет свойство растягиваться после стирки стирала я ее традиционно я вам уже рассказывала как я стираю вязаные вещи не в машинке вручную с использованием ласки и на ласке на бутылочке написано что она способствует сохранению формы изделия то есть спасает от растяжения но в данном случае не сработало не сработало растянулся он у меня он стал во первых поуже изначально когда я его вязала а вязала я его друзья мои на спицах номер пять вот это вот пятерочка так вот когда я вязала он у меня был достаточно широкий но достаточно до пошире и конечно же покороче в результате после стирки после того как я его разложил на горизонтальной поверхности оставила высыхать при комнатной температуре в результате он у меня скукожился с точки зрения вот скукожился с точки зрения ширины и растянулся в длину и и получилось вот такая вот длинная штуковина по ширине это как узкий шарф но если обмотать его вокруг себя вокруг скажем ворота на курточке на пуховике на пальто то смотрится очень классно правда очень очень здорово я подумала что все таки осмелюсь и попрошу разрешение у глубоко уважаемого человека для которого этот комплект связан и если мне разрешит она сфотографировать комплект на себе примерить то я попробую это сделать и вставлю для вас фотографию чтобы вы смогли уже наглядно увидеть как это смотрится если вдруг кому-то приглянулась именно такое сочетание пряжи она смотрится действительно очень красиво действительно очень стильно так вот если вы заинтересовались то напомню я уже говорила но напомню цвет называется кирпичный вот 3 3 в 3 3 8 или 3 то 3 3 b кирпичный зимний вариант зимняя серия пехорка вот вот такая вот этике . а вот этот цвет называется тайфун так еще один момент о котором чуть-чуть было не позабыла и вот сама судьба напомнила видите видите на самом деле вот таких вот штуковин я по вытаскивала из пряжи целую горсть разумеется я не стала ее где-то собирать чтобы вам показать я думаю что вы мне поверите на слово но это правда это правда вот такой вот мусор это именно мусор что-то сухое вот попадалось мне постоянно на протяжении всего вязания и во всех матках вот моток я взяла который еще даже не использовала ничего еще из него не вязала и уже вот пожалуйста какая-то стружка а теперь давайте расскажу вам про вот эту пряжу про вот этот комплект знаете ровно год назад прошлой осенью я пила дифирам в этой пряжи и прошло время повторю год но мнение мое нисколько не изменилось нисколько я по-прежнему большом восторге от нее безумно нравится и мне не стыдно ее вам порекомендовать это пряжа продается в магазинах леонардо насколько я знаю по крайней мере я покупаю ее там и называется эта пряжа нелли от производителя аделия давайте покажу вам этикеточку сразу чтобы вы имели представление делия серия нелли вот все характеристики 70 процентов шерсть 30 процентов акрил 100 грамм 100 метров рекомендованный размер спиц 4 4 с половиной на самом деле шапочка в одну нить связана спицами номер 5 набирала 61 петлю одна петля для того чтобы закрыть кольцо и вот шапочка на размер головы 56 57 58 ну 58 уже будет впритык конечно что касается снудика то он связан на спицах номер 5 я вязала намеренно на этой на этом размере спицы того чтобы он получился более рыхловатый потому что если вязать на 4 4 с половиной то получается достаточно плотное полотно и для снуда было бы просто тяжеловато просто он же связан в один оборот и предполагается что он будет собираться вот так вот гармошкой либо его можно будет подогнуть вдвое и надеть сверху ворота если например у вашего пуховика у вашей куртки или пальто воротник стоечкой то можно благополучно сверху надеть два слоя и будет безумно тепло действительно безумно тепло потому что состав хороший только что вам показала мягкая пряжа комфортно очень покладистая невообразимо красивые расцветки но по крайней мере ему лично мне этот меланж очень нравится конечно да я пробовала вот этим вот раз вот этим цветом вязать шапочка получилось чрезмерно пестро и для самых самых смелых натур но если совместить это с другим цветом как например вот здесь вот со спокойным меланжем это бело-бежевый меланж вот он надеюсь вам видно что здесь действительно меланж это не однотонная пряжа вот видите да вкрапление беленького вкрапление бежевенького и очень красивый еле уловимый такой благородный блеск в этой пряжи имеется мне очень нравится действительно мне эта пряжа очень нравится и я говорила говорю и наверное буду говорить что она достойна хороших положительных отзывов что касается расцветки то вот этот вот спокойный меланж это этикетка от него номер 4 да это номер 4 а вот эта красота сейчас покажу вам меня этикеточка к сожалению не сохранилась но если мы будем ориентироваться на каталог который в леонардо дают бесплатно то вот здесь вот в небольшой презентации пряжи как раз здесь все про нее написано можно найти необходимую расцветочку вот она это номер 9 еще у меня есть номер 15 тоже очень красиво смотрится к сожалению здесь на картинке она уходит в темный но я могу вам точно сказать что здесь серый белый и бордовый такой глубинный насыщенный бордовый невероятно красивый очень красивый очень выразительный и тоже пойдет на комплект так что вот эта пряжа да я действительно очень-очень довольна тем что получилось про расход на шапочку у меня ушел ровно один моток вот ровно ровно осталось там буквально совсем чуть-чуть сколько сколько ушло на вот этот ну честно говоря мне сложно сказать но я думаю что как минимум моток вот этого красоты необыкновенный меланжевый вам понадобится это точно ну и может быть чуть чуть менее мотка а может быть и целый моток не меньше красоты вот этой спокойной бело-бежевый вам тоже понадобится то есть ориентируйтесь где-то на 200 грамм ну плюс-минус понятно что смотря какими спицами вы будете вязать понятно что какая у вас плотность вязания индивидуальная на все на это нужно обращать внимание но не менее двух мотков это точно пряжа дорогая леонард она стоит 333 рубля за один моток соответственно себестоимость этого комплекта приличная действительно прилично считайте сами не буду озвучивать все мы люди взрослые но я считаю что если уж вязать то из того что нравится из того что себя хорошо зарекомендовала и самое главное что не стыдно предложить другим людям вот этот вот комплект я планирую запускать в серийное производство что я имею ввиду я не была уверена имеет ли смысл об этом говорить поскольку все еще так очень-очень шатковалка на этапе переговоров и ну конечно мне очень приятно мне безумно приятно что замечают отмечают и недавно ко мне обратилась одно достаточно известное текстильное производство и они предложили мне сотрудничество именно попросили разработать для них дизайн комплекта и они готовы выкупить у меня целую так сказать партию и сейчас я в раздумьях то ли это будет вот этот комплект который я хочу хотела бы пустить на партию либо это будет вот тот комплект который вам показала только что красивый кирпично-бирюзовый пока я в раздумьях потому что мне нравятся оба они действительно очень интересные они действительно дизайнерские на улицах вы редко сможете встретить людей в подобных вещах это правда и они для смелых натур это определенно потому что такие веселые яркие раскраски они конечно подходят не всем и даже не с точки зрения что они подходят не подходят по цветотипу нет я сейчас говорю о темпераменте о характере и настроении в целом ну а если говорить о том как это связано технической стороне то я думаю что ну вы сами видите на итальянский наборный край вот набирала здесь 8 если не ошибаюсь по моему 88 петель я набирала 89 петель одну для того чтобы в кольцо закрыть у меня записано но если кому-то это интересно я конечно же подпишу внизу но я не думаю что это имеет какое-то значение потому что в любом случае если вы будете вязать себе вам потребуются расчеты и у вас будет возможно совсем другое количество петель все зависит от вашей плотности вязания здесь рисунок выстраивается очень просто так же как я потом по точно тому же принципу как я вам только что рассказала берем раппорт и если мы делаем убавку то мы делаем и прибавление если мы в одном ряду делаем 2 убавки как например у меня вот здесь до 1 2 3 петельки получилось 1 то есть две петельки я потеряла 1 2 3 петельки получилось 1 еще 2 петельки я потеряла то есть в раппорте у меня уже потеряны 4 петельки и мне нужно их каким-то образом возобновить для того чтобы у меня остался снуд ровной формы чтобы он у меня не сужался как же мне это сделать да очень просто по центру я выбрала для себя вот эту вот красивую главную петельку и определила ее как центральную из нее я провязала 5 петель почему 5 потому что понятно что одна лицевая если мы ее провяжем одно она также остается и к ней прибавили еще 4 которые мне нужно компенсировать вот они вышли 5 петель 1 2 лицевая 1 2 изнаночная 3 лицевая 4 изнаночные 5 лицевая все вот он весь принцип на самом деле если его понять если в нем разобраться то сложного ничего нет а наоборот возникает такой азарт такое влечение этим делом и хочется еще больше как-то крутить верти на сочинять их ту сторону в эту сторону направлять это действительно очень увлекательное дело я вам настоятельно рекомендую хотя бы раз жизни попробовать связать бриошью способом бриошь действительно очень интересно в итоге у меня получилось подобие колоска смотрится очень интересно затем он у меня сужается для того чтобы сузить понятно что раз я здесь сужаю значит я здесь делаю прибавление да я оставляю ровное количество петель затем ухожу на затем в конце ухожу на два ряда полой резинки однотонной и закрываю иглой резинка один на один закрывается иглой для того чтобы имитировать наборный край и соответственно край получается эластичный давайте покажу вам как смотрится с изнаночной стороны это все действительно смотрится интересно не менее интересно и получается что не один комплект а вроде бы уже и два вот он получился достаточно тяжелый потому что здесь как я сказала два моточка 200 грамм он действительно тяжелый плотненький вот эта вещь на зиму то есть вот это вот прямо спасение от морозов ну что ж на этом я буду завершать это видео но все-таки мне хотелось бы вас немножечко заинтриговать и проанонсировать будущие темы дело в том что действительно мне есть о чем вам рассказать и тем и соображений у меня достаточно много лишь нехватка времени но я думаю что все люди взрослые все вы понимаете мы все живем в одном ритме мы все живем в одних тех же условиях я бы хотела рассказать вам вот о чем очень интересная пряжа интересный экземпляр и более того безусловно интересная история появления этой пряжи у меня произошло это еще летом и я конечно должница я по отношению к троицкой пряжи но я обязательно вам расскажу как так случилось что она у меня оказалась и расскажу вам о своих впечатлениях от этой пряжи и более того сейчас вы наверное удивитесь сильно удивитесь но я буду сравнивать ее вот с этой пряжей это друзья мои малабрига да я думаю что тот подумал боже сумасшедшая нет не сумасшедшая нисколько меринос меринос есть о чем поговорить офекте кстати схожу на опережение скажу заранее вот это вот разочарование но разочарование не с точки зрения техно технических особенностей пряжи а с точки зрения раскраски и отношения магазинов пряжи к своим увы и ах постоянным покупателям да даже не потенциальным не будущем а постоянным ну ладно в общем я надеюсь вас заинтриговала прощаюсь с вами ненадолго все вам самого доброго бежите с удовольствием сейчас как раз самое время этим заниматься пока-пока а а а а а а а а и вот а и Субтитры сделал DimaTorzok